Всем привет, друзья! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня будет такой сборный влог, частично из квартиры, частично с нашей дачи. Покажу вам, как мы на выходных ездили на дачу, как там у нас всё замело. Я уже в своём телеграм-канале вам показывала, если кто-то подписан, видели. Сегодня у нас утро понедельника, много дел, как обычно, накопилось после выходных. Нужно привести квартиру в порядок. Я уже, честно говоря, тут много чего сделала, и вот только сейчас взяла телефон в руки, чтобы поснимать. Сейчас хочу навести порядок в нашей спальне. Будет такая быстрая уборка, так что давайте начинать. Ребят, мне сейчас в первую очередь нужно сделать большое дело, которое я уже давно откладываю. Это постирать вот это наше двуспальное покрывало. Сейчас покажу вам поближе, в каком ужасном оно состоянии. Даже стыдно показывать, но показываю, как есть. Посмотрите, вот такие пятна. Здесь, видно, дети ели какой-то шоколад, конфеты во время новогодних каникул. Маркер здесь есть. В общем, да, пришло его время. Уже видно, что покрывало не первой свежести. И хорошо, что у нас стиральная машина большого объёма. Вот мы где-то полгода назад покупали стиралку. Если ничего не путают, то стиралка у нас объёмом на 9 килограмм. Туда всё отлично помещается. И когда это покрывало стираю, даже остаётся немного места. Потому что, знаете, я не люблю сильно стиралку набивать. Мне кажется, внутри барабана должно быть пространство, чтобы отлично всё отстирывалось. Так что буду сейчас его снимать и отправлять в стирку. И стирать покрывало я сегодня буду вот таким гелем для стирки Laffa от бренда Aromica. Это для меня новинка. Недавно открыла для себя эту торговую марку. Стало очень интересно попробовать. Во-первых, потому что к этому гелю для стирки не нужен кондиционер. У него очень приятный, нерезкий, свежий аромат. И во-вторых, сами видите, у геля большой объём, целых 5 литров. Получается очень выгодно, экономично, потому что гель идёт по приятной цене. Мы сейчас стираем каждый день, как, наверное, и многие. И этот гель также подходит для детских вещей. Он без красителей, не вызывает аллергии. В составе идут энзимы для борьбы даже со сложными загрязнениями. Так что, надеюсь, все пятна на покрывале отойдут. И с вами, конечно же, посмотрим результат после стирки. Здесь я как раз наливаю гель. Сами можете увидеть, что он достаточно густой. И жидкие средства я, как правило, кладу сразу в барабан вместе с ложечкой. Мне кажется, что так стирка более эффективно проходит. Кстати, у меня всегда проблема, где сушить такие крупные вещи, как двуспальное покрывало или постельное бельё двуспальное. Я раньше сушила на дверях, но однажды у меня покрывало это вытянулось, поэтому сейчас я на дверях не сушу. Сейчас я покрывало раскладываю в спальне на деревянной сушилке возле батареи. Оно там быстро сохнет. И, конечно, очень важно, как пахнет от вещей после стирки, чтобы не было резких запахов, потому что в спальне ты и спишь, и часто находишься. И вот у этого геля для стирки лаффа очень такой нежный, цветочный, но в то же время нерезкий приятный аромат. Показываю вам здесь уже на следующий день результат. После стирки покрывало высохло, расстелило его на кровати. Как вы видите, вернулась к нему белизна. Все пятна отстирались и от шоколада, и от маркера. Так что мне очень понравился гель лаффа в действии. Буду рекомендовать его своим друзьям, знакомым, родственникам. Для вас, ребят, конечно же, оставлю ссылку внизу в описании под видео. Его можно заказать на маркетплейсах по очень приятной цене для такого объёма. Можете пройти по ссылочкам, посмотреть отзывы. Там много хороших отзывов. И, кстати, у бренда Аромика широкий ассортимент. Можно заказать много других средств. Так что все ссылки будут внизу в описании под видео. Продолжая уборку в спальне, решила также сегодня поменять постельное бельё. Хотя, знаете, вот этот комплект серо-белый мне очень нравится. Даже не хочется его снимать. Мне кажется, что он отлично вписывается в нашу спальню. Я вам в одном из видео про него подробно рассказывала. И пока занимаюсь делами, хочу на фоне с вами немного поболтать. Знаете, я за последние несколько дней посмотрела видео нескольких блогеров, как они убирают новогодний декор. И пока смотрела, меня посетили такие мысли, что для хранения новогоднего декора нужно очень много места. Особенно у тех, кто живёт в квартирах. Вот мы в городе живём в квартире, да. Нужно очень много места для этого выделить. При том, что новогодний декор у нас хранится 11 месяцев. По факту мы его достаём только на один месяц в декабре. А в январе уже хочется его сложить. Он быстро надоедает. И, конечно, очень много нужно места для хранения. Я смотрела, как блогеры складывали этот декор в бесконечные коробки, контейнеры. И подумала, как же хорошо, что у меня немного новогоднего декора. Я вам уже рассказывала, что в этом году я квартиру не украшала. Украшала только наш дом. И даже в доме у меня немного декора. И, знаете, после таких видео с уборкой декора даже не хочется его докупать. Единственное, я в следующем году хочу приобрести гирлянды на окна. Потому что у нас в доме получились неукрашенные две спальни. Хочется там повесить какие-то гирлянды, чтобы было такое настроение. И с улицы, чтобы они красиво смотрелись. Ну и про ёлку я вам ещё рассказывала, что мне хочется ёлку в дом немного большего размера. И сейчас ёлка у нас примерно высотой метр семьдесят, наверное, может быть, даже чуть-чуть поменьше. А мне хочется, наверное, в районе двух метров. Я, кстати, уже начала присматривать ёлки. Цены, конечно, на них очень выросли. И я даже, когда стала смотреть, думаю, так, может быть, у нас всё-таки ёлка хорошая. Может быть, не стоит её менять. Но у нас ёлка из ПВХ. Она не литая. А новую ёлочку, скорее всего, мы будем выбирать литую, чтобы она была так максимально похожа на настоящую. И цены вот на такие ёлки, на литые, высотой от двух метров, они начинаются от пятнадцати тысяч. Поэтому, да, приобрести хорошую ёлку – это вообще не дешёвое удовольствие. Ну и возвращаясь к теме новогоднего декора. У нас получается одна большая коробка с ёлкой, которая хранится в хозяйственном блоке. То есть на улице рядом с домом у нас там стоит хозблок. И для ёлочных украшений у меня два контейнера, которые у меня хранятся в квартире в постирочной. Вот сейчас они временно на дачу, но потом на хранение я опять, наверное, их привезу в квартиру. И ещё для фонаря, подсвечников, каких-то свечей у меня отведена одна большая полка на кухне. Поэтому не хочется, как бы много не было соблазна в декабре, да, особенно когда на ютубе столько красивых видео, блогеры показывают, как скупают в этих магазинах новогодний декор, какой всё красивый. Когда в магазин придёшь, хочется реально скупить всё, всё блестит, сверкает. Но нужно как-то себя останавливать, иметь холодный разум, так сказать, потому что этот декор очень сильно накапливается. И, повторюсь, очень много места нужно для его хранения. Пишите, что думаете вы по этому поводу, поделилась с вами своими мыслями, будет интересно почитать и ваше. Я уже в спальне застелила свежее постельное бельё, мне очень нравится этот комплект, хотя он не зимний. Кстати, один зимний комплект ко мне едет, и всё никак не доедет, покажу вам в одном из следующих видео. Этот комплект, как мне кажется, больше весенний или, может быть, даже осенний, но всё равно я его решила застелить, он мне тоже очень нравится. Друзья, новогодние праздники и каникулы позади. Я думаю, у многих из нас они отразились на семейном бюджете, а впереди начавшийся 2024 год и новые планы на него. Нашей семье в этом году предстоит продолжать обустраивать дачу и участок, будет много покупок. Мы планируем поставить забор вокруг всего участка. Конечно же, это не дешёвое удовольствие, и я всерьёз задумываюсь о кредитной карте. Рассматривая возможные варианты, мне очень понравились условия у кредитной карты Тинькофф Платинум. Это топовая карта банка с кэшбэк-системой и возможностью рассрочки на покупки у партнёров. Кратко расскажу вам о преимуществах карты Тинькофф Платинум. Беспроцентный период длится до 55 дней. Лимит бесплатных переводов на карты других банков до 50 тысяч рублей без подписки Тинькофф Платинум и до 100 тысяч рублей с подпиской. Есть возможность оформить рассрочку на покупки у партнёров на год. Кэшбэк до 30% баллами у партнёров банка и до 1% кэшбэк баллами за другие траты по карте. Бесплатное пополнение в любых банкоматах. Также очень удобно, что не нужно приходить пешком за картой и стоять в очереди. Карту доставят вам лично. А молниеносная поддержка клиента в чате приложения найдёт ответ на любой вопрос в течение нескольких минут. Банку доверяют более 28 миллионов клиентов. Также Тинькофф был достоин 5 наград премии банк года портала банки.ру. С картой Тинькофф Платинум можно не только комфортно реализовывать свои пожелания, но и получать выгоду от покупок. Ссылку для оформления карты я оставлю внизу в описании под видео. Я всё продолжаю уборку в спальне, но уже немного осталось. Про пылесоши сейчас всё быстренько и протру горизонтальные поверхности. Полы сегодня мыть не буду, потому что я, как правило, полы мою сразу во всей квартире. У меня не бывает такое, что в одном помещении помыла, а в других оставила на другой день, потому что квартира не такая большая. Постоянно ходим туда-сюда, поэтому если уж мыть полы, то сразу во всей квартире. Рыжик тут вот напугался пылесоса. Он, как правило, когда я убираюсь, всё время крутится возле меня. Ему вообще очень нравится какая-нибудь деятельность, но пылесоса он побаивается. И я, когда снимаю видео в квартире, даже если днём, всё равно включаю свет, потому что у нас сейчас за окном постоянно пасмурно, темно ещё, этаж не очень высокий. И вы знаете, честно говоря, очень не хватает солнца, но мне кажется, что сейчас, наверное, плюс-минус во всех городах России такая ситуация. Поздно рассветает, рано солнце заходит, поэтому световой день, конечно, короткий и очень не хватает солнца. У меня даже есть такой, так сказать, пунктик, от которого я хочу себя отучить. Мне утром очень тяжело встать, начать что-то делать, потому что за окном темно, кромешная тьма. Кажется, что ещё глубокая ночь, хотя на самом деле уже там 7-8 утра. Летом в этом плане, конечно, вставать гораздо легче. И я помню, на даче я этим летом вообще могла встать в 5 утра, пойти либо мыть полы на веранде, либо красить песочницу, либо ещё что-то делать. Вообще я более активна в первой половине дня, хотя раньше я себя всегда считала совой, но вот с возрастом, видимо, что-то поменялось, как, наверное, и у многих. И сейчас я, наоборот, жаворонок. Рыжик, ты чего туда залез? Ты никогда сюда не залезал, рыжик. Ребят, пока здесь вытираю пыль, хотела вам показать. Вот у меня муж приобрёл такую зарядку настольную. Если что, это не реклама, просто для меня это новинка. Может быть, кто-то тоже ищет что-то подобное. Я так понимаю, что здесь можно заряжать и телефон, и здесь, наверное, часы. И ещё он сыну купил зарядку. Сейчас покажу. Там ещё круче. Там ещё можно заряжать наушники. Сейчас покажу. Вот, смотрите, у сына вот такая зарядка. Здесь, получается, сюда он ставит телефон. Сюда он вот так вот сверху втыкает вот этот чехол с наушниками. И вот сюда он вешает часы. Вот, то есть такая зарядка три в одном. Такие прикольные штучки. Получается, ты в розетку вставляешь только одну вилку. У нас сегодня на улице снова много снега. Вот так вот работает активно и трактор, и экскаватор. Всё убирают. Пока люди разъехались на работу, пока парковочные места свободные, всё чистят. Молодцы, коммунальные службы работают. Вот лев возвращается со школы. Что-то, судя по походке, недовольный. Или недовольный, или злой. Как с работы в половину четвёртого вечера. Лёва! Лев! Не слышит в наушниках, видно. Приехали, снова дача завалила. Ворота не открываются. Погода сегодня минус 25 было с утра, сейчас минус 22. Пытаемся открыть ворота вручную. Льва перекинули через забор, и он нам открыл калитку. Теперь мы можем зайти. О-о-о! Лопаты берём, чо-о-о! Лёва! Лёва! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все остальное почистим. Такие забавы зимой у жителей своих домов. У нас лев в минус 25 градусов. Вот он вот так... И здесь я вам показываю, какой тортик мы купили по пути на дачу. У нас уже такая традиция. Мы заезжаем во вкусвилл, покупаем себе что-нибудь перекусить. И все время берем вот этот торт. Он называется «Наполеон домашний». Тоже, если что, это не реклама. Просто он нам очень нравится. Там еще мы медовик, бывает, берем. И такой небольшой перекус я нам приготовила. Кстати, это была суббота, день. И у Родиона в тот день с утра в воскресной школе был праздник в честь Рождества. Они немного попозже отмечают, чтобы все дети успели вернуться с каникул. Такой сладкий подарок всем детям раздавали. Это такой большой кекс. Очень вкусное тесто. И там написано, что это ручная работа. Эти кексы пекутся в Даниловом монастыре. Жалко, но мало. Это же можно есть. Подожди, его надо одной рукой придерживать, а второй резать. И в тот день уже вечером к нам на дачу приезжал в гости брат с детьми, с нашими племянниками. И он приехал и так неожиданно привез все на шашлык, сам купил. Он приехал и говорит, у меня машина показывает минус 26 градусов. Не знаю, он как-то не подумал что ли об этом или решил, что все равно мы быстренько приготовим. Не успеем замерзнуть. В общем, начали мы с ним готовить шашлык. Я даже вот мясо вынесла в миске, и оно на глазах начинает замерзать. Но все равно мы с ним быстренько приготовили. И хорошо, что после этой нашей готовки на морозе никто не заболел. Вот посмотрите на отмороженных людей, которые в минус 26 жарят шашлыки. Я говорю, сейчас на запах придут медведи, волки. Тут же лес рядом. Сегодня, кстати, мало кто приехал на выходные. Вот соседей нет, хотя они обычно есть. Напротив тоже нет. А, нет, вот напротив есть, а вот здесь нет. Представляете, раньше здесь было поле. А сейчас на месте этого поля столько домов. И самое классное, что скоро здесь будут расти деревья. Мне вот это нравится, что люди из, можно сказать, безжизненных полей создают цветущие сады. Но все равно она, наверное, будет дольше, чем челапчища. Ну, можем и челапчища по краям уже сложить. Типа, блин, она реально, она все здесь, кажется, смотри уже. Сверху лед. Сверху лед. Типа, блин, она реально, она все здесь, кажется, смотри уже. Вау. Называется, минус 26 градусов мороза. Шашлычок готовится. Запах, конечно, обалденный. Да, я думаю, надо все перевернуть. Немножко вывернула. Скрипит, говорю, зуб. Снег или машина? Колеса. Следующий день, воскресенье. И вот так вот дети тут чистят снег. Потому что мы вчера площадку не полностью почистили. Очень холодно было. Поэтому тут вот участок остался. Тоже его нужно дочистить. Даже Роман, самый маленький, помогает. А лев, наверное, хочет сейчас вот этот палет разбирать. Он любит у нас разбирать палеты на доски. А потом доски мы используем на дрова. Для протопки дома. А-а-а! Чистишь дорожку? Молодец. Чисти, чисти. Снежок пошел. Сейчас тоже выйду на улицу. Немножко приберусь в доме и выйду на улицу. Пока не уехали, хочется свежим воздухом подышать. Уже вышли за забор. Там есть гора. И они теперь лазят на этой горе снега. Хорошо, когда дети вот так вот могут выйти во двор и погулять. А ты из окон видишь, чем они занимаются. Ты что, гулял вот так вот? Шапка на бикрене у тебя была? Да. Рома, покажи свои щечки. Ой, какие щечки. Крошные. Пойдешь, Роман, кататься там так круто? Хотя бы один раз прокатись. Он замерз. У него щеки красные. Пусть покатится 20 секунд. Пусть погреется. Рома, пойдешь кататься? Там классно, реально. Я сейчас классно прокатился. Хочешь со мной? Пусть чуть-чуть погреется. Подожди, пусть чуть-чуть, две минутки постоит погреется. Я вам уже рассказывала в прошлом видео, что у нас многие соседи повесили вот такие гирлянды на дома. Ну, у нас тут ребята ездят за 5 тысяч, они вот так вот весь дом украшают. И смотрите, у соседа вот эти гирлянды стали вперемешку с сосульками. Вообще, не знаю, мне кажется, это во-первых, небезопасно. Ну, смотрится, конечно, прикольно так. По-зимнему, по-новогоднему. Ну, в общем, такая история. Вечером, конечно, красиво. Лосятку уже почти очистили в 4 рыбки быстро. Я вот эту вот кучу такую сделала. А муж за забор кидает снег. Отругал меня, что я вот эту вот кучу сделала. А мне за забор тяжело кидать. И вот у нас сейчас термометр показывает минус 10 градусов. Хотя вот телефон с утра показывал минус 21. Но вот сейчас вроде бы потепление немножко, минус 10. Маловато горка будет. Друзья, на этом буду заканчивать видео. Если оно вам понравилось, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Как обычно, встречаемся с вами в комментариях. Не забывайте заходить в мой телеграм-канал. Там я стараюсь каждый день выкладывать что-то полезное и интересное для вас. До встречи в новых видео. Всем пока!